Привет! Я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. В этом видео мы разберемся с особенностями налогообложения ФОП на первой группе единого налога. Первый вопрос, который мы должны выяснить, это какие ограничения существуют для работы на первой группе. Законодатель установил правила, согласно которым не каждый ФОП может избрать первую группу единого налога, а только тот ФОП, который соответствует определенным требованиям. Какие же это требования? Первое. Это виды деятельности. И здесь есть определенные ограничения. Так, на едином налоге на первой группе может быть лишь ФОП, который занимается либо розничной торговлей на рынке, либо оказанием бытовых услуг населению. К бытовым услугам населения относятся ремонт часов, ремонт обуви, ремонт одежды, ремонт автомобиля, изготовление мебели. Друзья, чтобы понять тот вид деятельности, которым вы хотите заниматься, подпадает под эти требования, можете ли вы с этим видом деятельности попасть на первую группу, нужно ознакомиться с полным перечнем тех видов деятельности, которые разрешены. Они будут по ссылке в описании к видео. Второе ограничение, которое установил закон для работы ФОПа на первой группе единого налога, это объем дохода за календарный год. На 2021 год спредельная сумма совокупного дохода за год не должна превышать 1 миллион 2 тысячи гривен. И третье ограничение, которое есть для ФОПов на первой группе, это отсутствие работников. То есть на первой группе единого налога вы не можете нанимать работников. Друзья, если вы видите, что эти ограничения не подходят для вашего бизнеса, и первая группа единого налога не годится вам, то я рекомендую посмотреть вот это видео, где я рассказываю о второй группе единого налога, и возможно она подойдет для вашего бизнеса. Ставка единого налога на 2021 год составляет 227 гривен в месяц. При этом платится еще и ЕСВ, который составляет 22% от минимальной заработной платы, что на 2021 год равняется сумме 1320 гривен. Учет доходов ведется в произвольной форме с ежемесячной фиксацией доходов. То есть по сути вы можете записывать доходы просто у себя в тетрадке. Что касается отчетности на первой группе единого налога, то в течение 60 календарных дней по истечении года вы должны подать объединенную декларацию. Говоря о сроках уплаты налогов на первой группе, можно сказать следующее. Первое. Единый налог платится ежемесячно до 20 числа каждого месяца. При этом есть возможность оплатить его авансом на год вперед. Что касается ЕСВ, то ЕСВ платится ежеквартально. В квартал вы соответственно должны заплатить 3960 гривен, либо же можно заплатить авансом на год вперед. И следует помнить немаловажный момент, что если вы работаете на первой группе единого налога, то в 2021 году от вас не требуется использование РРО. Как мы видим, первая группа единого налога характеризуется упрощенной отчетностью, небольшим налогообложением, но при этом у нас есть серьезные ограничения по видам деятельности, которым мы можем заниматься. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, касающиеся особенности работы ФОП на первой группе единого налога, пожалуйста, задавайте их в комментариях, а я постараюсь на них ответить. Следующее видео будет посвящено особенностям работы ФОП на второй группе единого налога. На этом все. Всем удачи в бизнесе. Пока!